От заката до рассвета Если теория часами, практика сутками, а поединок подряд против десятка соперников Когда по-настоящему тяжело и в учении, и в бою Как каратисты экзамен сдавали Первая учебно-тренировочная школа Союза Киакушин Карате России Эксклюзивные кадры на телеканале «Продвижение» «Продвижение» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас представителей Союза Киакушин Караты России ждало 4 дня тренировок и практических семинаров. По 3 занятия ежедневно. В прямом смысле от заката до рассвета. Сейчас идет прямой удар и вы из этого положения в районе кулачка начинаете поднимать. Это очень сложно сделать. Если он бьет мощно с тазом, с корпусом, с плечом, и вот этим местом попытаться сделать блок очень сложно. Не удержите его. Поэтому локоток слегка заныривает внутрь, как при зарядке кучу-уке. То есть делаете H. И отсюда у вас получается уже плечо заряжено. То есть это сильное положение. Здесь можно сделать блок. У вас? У вас получится. Сергей Эдуардович Подберезко. 44 года. Черный пояс 3-й дан Киакушин Караты. Стаж занятий 28 лет. Участник 1-го чемпионата СССР по Киакушин Караты среди молодежи. Участник 1-го чемпионата России. Серебряный призер чемпионата Европы среди ветеранов. Обладатель премии «Лучший тренер» Союза Киакушин Караты России по итогам 2013 года. Я занимался боксом, самбо. Но всегда что-то не хватало. И искал какое-то единоборство, которое принял бы телом и духом. И в то время попалась мне статья в журнале «Культурная просветительная работа», в котором речь шла о Киакушинкай. И описание Киакушинка в этой статье, оно было прекрасным, очень подробным. Очень отражало точку зрения создателя Караты Киакушинкай. И мне очень близко стало, чрезвычайно близко. Я начал искать именно Киакушинка и Караты. Затем один из ребят с нашего района, вернулся с армии, он когда-то занимался Киакушинкой. Примерно тот момент был в 10-й кюк. И вот он стал первым моим учителем. Мы занимались в пограничной части, в черте города. Это называлось рукопашным боем. Но все мы ходили в доги, то есть в кимоно. И с отличительным знаком канжи на груди, знаком Киакушинкай. Захват за две руки. Сильно держит крепко, чтобы у нас рабочая техника была, а не просто мифические картинки. То есть первое движение. Рука идет в среднюю линию локоть. Смотрите, уже ослабляется захват. Вот. То есть сорвался захват. Может не сорваться, но он будет ослаблен. Вторая рука одновременно с этим делает вот это движение. Вот мы когда блок делаем, зарядку делаем. Вот эта рука, она сильная тоже двигается. И если вы посмотрите раздельно, вот это движение, оно тоже в точку слабого места делается. Как мы делали к уху, так же в сторону делается. Вот что происходит. Захват. Эта рука пошла вверх. Здесь идет ослабление захвата. Это делает внутрь движения локоть к локтю. Локоть к локтю смещаем, срываем этот захват. Полноценно блок. Атака. Рекаджимай. Ач. Ни. Сан. Щи. Гоп. Рок. Сич. Ач. Юп. Дзёп. Готови! Александр Сергеевич Крамышев. 44 года. Черный пояс четвертой данки о кушин карате. Стаж занятий 21 год. Финалист чемпионата мира 2015 года. Чемпион Европы 2015 года среди ветеранов. Главный тренер мужской и женской сборных России. Я Крамышев Александр Сергеевич. Четвертый данки о кушин карате. Президент общероссийской организации «Союзки о кушин карате России». Сегодня мы с вами разберем удар «Майгери». Это очень простая техника, доступная каждому. Одна нога впереди. Сегодня мы разберем удар именно с ближней ноги. Ближней ноги «Майгери». Он наносится следующим образом. Пяткой уходит к ягодице, колено направляется вперед. Затем идет разгиб. И забираю ногу по такому же пути назад. Атака. Рей. Айка майте. Айя. Итак, в боевой ситуации на вас следует соперник. Айя, атака. Айя, айя, айя. А просто вход. Вход. Вход, да. В тот момент, когда он совершает шаг на вас, вы поднимаете ногу. Это очень легко. Вы загружаете дальнюю ногу, и нога ближняя высвобождается. Тогда вы просто поднимаете и делаете разгиб. Для этого вам необходимо иметь определенный навык бить в одну точку. То есть понимать, куда направлен удар. Это либо солнечное сплетение, либо низ живота. Теперь представим себе, что соперник входит уже оснащенный чем-то. Например, у него удар с руки на дальнюю. И. Вы направляете удар. Ничего не предвещает. Руки опущены. Вы не можете проводить этот удар. Можете поднять руки. И. Айч. Также этот удар вы можете применять против удара ногой. Так, например, идет удар круговой. Малаш-сигири. Малаш-сигири. Вы проводите атаку с дальней ноги. Это также несложно, поскольку это дальняя нога, и она очень хорошо видна. Эй. Майгири. Это удар навстречу. Скорее он будет не пробивающий, а просто сбивающий намерение соперника. Останавливающий. Если первый у нас это четко акцентированный пробивающий удар, то второй остановка. И также, если вы видите какие-то нестандартная работа, начата вашим соперникам, например, это вращение. Эй. Вращение. Вы просто поднимаете ногу, останавливаете его. Это тоже очень эффективно. Ушира. Остановочка. Итак. Цки. Малаш. Ушира. Майгири в действии. Ос. Ай. Атагани. Рыб. Ос. Ос. Смотрите далее. Что такое ножницы, разбор техники от чемпиона Европы, а также выстоять и не умереть. Да. Радио Сибирь. 103,9 FM в Омске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы смотрите Бруталити. Мы продолжаем эксклюзивный рассказ о первой летней школе Союза Киакушин Каратэ России. Секретами закалки тела и духа делятся мастера, практикующие каратэ большую часть своей жизни. У тебя цель и задача выйти победителем, значит, там, где надо шаг назад или два шага назад, пожалуйста, два шага назад, но потом вперед идем. Мы часто сталкиваемся, особенно когда ребята наши попадают в поединки с Ипполнцами. Они особенно очень хорошо, хорошо, очень гибко воспитаны. Они что делают? Они вот даже раньше пояса очень хорошо обучены перемещаться. Они используют все три вида резистанции, основные три вида, если мы так скажем. То есть, едарь, двигатель, 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 и мерки, и вот. Очень, очень быстро реагируют на подсказки и сами быстро ориентируются в ситуации. От психологии к практике. Партнер, который стоит в середине, он закрывает глаза и падает. Ваша задача, на кого он падает, как в волейболе, принять, оттолкнуть, не так, чтобы он улетел, а чтобы его принял кто-то другой. То есть, я засекаю время и поехал. Моги вместе! Внимание! Это значит, что вы не доверяете тем людям, которые стоят вокруг. Мы вроде бы в одной команде, но вы им не доверяете. Ос! Ос! Потому что как им доверить? Моги вместе! Хайзок, удача! Как будто корни пустили, и как столбик падаем. Акатай! Смена! Одной из заключительных особенностей каратулки Укушника является такой неистребимый дух саморазвития, именно духа. Не сдаваться, не отступать. Все время выводить себя на какую-то границу. Только выйдя на границу, выйдя на грани, человек совершенствуется. То есть, он становится лучше, он поднимается на собой на следующую ступеньку. Ты получаешь, собственно, все. То есть, оно тебя удовлетворяет полностью. Там в системе Укушника есть все. И броски, и удары, сваливание раздочных, захваты. Ты на севаре, разбивание твердых плит. Там есть соревнования, то есть, мощнейшая система соревнователей. Получив от этой методики что-то, почувствовав свои изменения, например, пройдя экзамен или какой-то турнир, ты понимаешь, что ты меняешься. Получается, вся жизнь совершенствовала. Совершенно верно. Совершенно верно. И ты не можешь остановиться, ты становишься лучше, лучше, лучше. Ну, как мне кажется, да? Слушаем задание. Задание можно исполнить, только если вы все будете работать командой. Ост! Задание какое-то. Здесь опять человек превращается в бревно. Животик собирает жестко, становится не как сосиска, иначе невозможно это будет сделать. Если вы будете как тряпочка мокрая, это сделать нельзя. Вы должны жестче себя держать. Здесь закладываетесь вот сюда, сейчас я это сделаю. Девчата могут ложиться спиной. Вот, то есть, ребята, которые здесь, аккуратно, чтобы он не улетел, начинаете перебрасывать его соседям, и я таким образом двигаюсь змейкой, а один у вас шесть человек, получится пять пар, и один будет принимающий всегда. Ост! Тот, кто прошел, становится принимающим, а тот, кто принимал, переходит сюда. Ост! Смотрим задание. Смотрим задание. Смотрим. Поехали все. Подкиньте сей цены. Спасибо. Смотрим. О-о-о-о. Хорошо. В сторону. О-о-о. 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 О-о-о-о! О-о-о! Тихо, тихо. О-о-о-о! О-о-о-о-о! О-о-о! О-о-о-о-о! О-о-о-о! Виктор Куриленко Не опустить ногу, то есть некоторые бойцы делают этот удар и оставляют ногу таким образом, то есть оставаясь на поверхности и не падают. Это такая ошибка, то есть этот удар делается именно в падении, то есть что добавляет ему некую красоту. Выполняем удар лоу-кик и переворачиваем корпус, падаем на живот. Ручками себя страхуем. Покажу еще раз, то есть раз, два. Три. Основной элемент, то есть это падение, все боятся этого элемента. То есть задача ножки отрывать и падать на живот, то есть это в принципе достаточно просто. Раз, два. Ручками себя страхуем и плавно опускаемся на пол. Это раз. И второй элемент это вращение корпуса, то есть нужно резко, резко уметь скрутиться. Пол-кик позволяет оттолкнуться вам и резко развернуть корпус в другом направлении. В этот момент делаем подпрыжку и подбрасываем ноги. Когда человек начинает зарубаться, он плавно опускает руки, бывает, то есть да, либо бывает под эту руку как раз получается удар. То есть он бьет, зачастую в практике так и получается. То есть руки ползут и как раз на обмене удар, босс, обескакивает и попадает в цель. Босс недалеко сегодня, никуда не почистится. Таким образом. Как вы поняли, удар не такой сложный, поэтому желаю вам подготовить его, выучить и реализовать на ближайших соревнованиях. ОС. В заключительной части второй серии нового сезона Бруталити. На грани. Кто выдержит все и получит заветный пояс мастера. Первый. Первый. HPIP. Город звучит. Вы смотрите Бруталити. Новый сезон. Как строится общество высшей истины. Школа Союза Киакушинка Раты России. Экзамены для посвященных. Каратэ не просто жесткий вид спорта или боевое искусство. Образ жизни. Скорее каратэ это дух. Забегая вперед скажу. Это то, что заставляет 13-летнего мальчишку и 45-летнего мужчину буквально ломать себя на глазах у товарищей. Кто-то, наверное, скажет, что каратэ похоже на секту со своими жесткими правилами и структурой. А я думаю, система Киакушин каратэ скорее семья. У меня двое детей. Я понимаю, как важно передать ребенка в те руки, в надежные. Ты видишь и замечаешь это за мужчиной, за тренером или за женщиной. Что это не только человек, который даст технику определенную. Не только который потребует с него. Но он это еще и сделает правильно. И так, чтобы у него в сердце сохранялось добро, любовь и правильное отношение к себе. С трудностям, правильное отношение. Научить их преодолевать. Захват. То есть там собирается что-то делать. Бам! Шокирующее действие. Удар в локтевой изгиб. Дальше идет рука. Смотрите. Локоть к локтю. То, что в базе. Эта рука зажата. Идет техническое действие. То есть ничего этого не получится. Если локоть, вы оставите вот здесь и попытаетесь вот так вытянуть. Вот. Лос. То есть локоть в середину. Плечо заряжено. Мышцы спины включаются сразу. Очень легко работать. Лос. Готай. Лос. Я вот недавно сдавал на четвертый дан, конечно. Вот при этом проводил чемпионат Европы. Был занят в подготовке сборной России. И вот так очень мало спал. И когда мы говорили с Коей Шиханом, это вот у нас вице-президент международной организации, он приезжал из Японии, чтобы принять этот экзамен. Он сказал, что в Японии существует некое испытание, когда монахи ходят на протяжении 5 лет по горам, по 30 километров каждый день вот в этих колодочках. То есть те самые сандалии вот эти деревянные. И потом им предлагается на протяжении двух недель не спать, не есть и не пить. То есть самое сложное испытание, конечно, вы понимаете, что это не спать. Вот. И раз в 5 лет, раз в 5-4 года появляется человек, который проходит это испытание. Он говорит, вот это хождение по горам, это вы для себя сейчас вот готовили сборную, вы занимались подготовкой чемпионата Европы. А вот не спать, не есть, не пить, это и было ваши 40 боев. Ты должен ощутить, ты должен пройти через это, преодолеть, когда тебе совсем уже становится плохо и невозможно. Ты находишься на грани между жизнью и смертью. Вот это пограничное состояние. И в этом пограничном состоянии проявляется сам человек. Вот основная суть экзамена, не только насмотреться техники, которую там человек делает, да, он может ее отшлифовать, ну, довольно быстро. Какие-то элементы, например, требуемые. Но как он поведет себя в этом пограничном состоянии? Насколько он уже укрепился? Насколько у него вот крепок дух, линия его? Вот это важнее. Традиции, пожалуй, одна из важнейших составляющих в обучении кьякушкин карате. Не показывай, что тебе больно, даже если кость сломана. Этим воспользуется противник. Сни его с самого начала поединка. Дерись словно демон. У меня есть такой тест, я как бы себе задаю вопрос. А смог бы ли я себя, например, победить 5-летней давности? То есть изменилось ли мое карате, изменилось ли качество моего карате? Если думаю, да, наверное, смог бы, я успокаиваюсь, значит, я на верном пути, я занимаюсь, развиваюсь дальше. Если чувствую, что нет, я сдал позиции, значит, время набирать обороты, значит, время уделить этому больше внимания. Начинаешь задумываться, почему люди на той же Акинаве, мастера, да, он не является мастером, главой школы, например, ему 80 лет. А у него есть ученики, старшие ученики, которые там шестые, седьмые данные, им уже по 60-65 лет, то есть они уже сами зрелые люди. Тем не менее, когда мастер, глава школы выполняет те или иные элементы, видно, что ученики его еще не достигли этого уровня. То есть с возрастом ваше карате должно меняться. Есть такая поговорка, что мастера побеждают не ушуры-малаши, то есть ударом ногой с разворотом, а они побеждают гяг-цуки. Это простой, прямой, самая прямая траектория, самый короткий путь для того, чтобы сразить противника. Но он сделает этот удар вовремя, концентрированно, быстро, и именно в тот момент, когда противник открыт, в ту точку, где она наиболее унизилась. Вот это будет мастерство. Экзамен длился несколько часов. Теорию и практику сдавали 6 человек, в том числе трое на коричневые, а двое на черные мастерские пояса. Артем Кунгурцев из Омска – самый молодой среди сдававших экзамен. Ему всего 13 лет, но за несколько лет занятий карате он уже стал чемпионом и призером всероссийских и международных турниров, главный из которых – первенство мира. Самый возрастной – Эдуард Мамаев из Барнаула, ему 45 лет. После выполнения ката сдавали тест на ОФП, включающий 5 подходов по 40 повторений, отжиманий, упражнений на пресс, приседаний. Два! 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 Десть! Двадцать! 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 Пас! 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 Минуты берут. Далее – полноконтактные поединки. Двоим, претендующим на черный пояс, предстояло выстоять по 10 раундов. Многие соперники обладали большим опытом и значительно превосходили скорости. А главное – были полны сил и энергии. Кстати, чем выше мастерство сдающего экзамен, тем больше у него будет соперников. Например, на шестой дан – 60, на седьмой – 70 и так далее. Напомним, в этом случае будет идти речь о мастерах, чей возраст за 60. Не готов сдавать дальше экзамен. Другого не будет, легче не будет. Будет дальше, только тяжелее. Понял, да? Если готов, тогда меняем восприятие. Заново. Во-первых, в аль-ей. Давай стреляем… Он помог мне, омычил меня всего водой и дал мотивацию, что либо сейчас, либо никогда. Я пришел, собрался и сделал все, что мог. Десять раундов, все соперники, как бы черные пояса, молодые, так что помогло не сформаться, сказать, все тепло. Все раз него, все, занимается улицей. Я немножко познакомился с ЗОКа 8 лет назад, и вот с тех пор иду по этому пути. Возраст не просто. Каратан бесконечно. Кончаешься ты, кончаешься. Тяжело, конечно, сдавать на школе и тяжело сдавать в небольшом количестве. Тем более, ну, одинаковых поясов у нас только два коричневых, остальные все разные. То есть, поэтому пристальное внимание было каждому человеку. Конечно, безусловно, есть, знаете, есть принципиальные ошибки, которые очень серьезные. То есть, когда человек не понимает принципа какого-то там приема или движения, это очень важно. И мы их, конечно, отмечаем. И две таких ошибки уже являются. То есть, если вы делаете третью, это уже основание для того, чтобы не сдать нельзя. Вот так, чтобы сказать про кого-то, что были какие-то очень принципиальные ошибки, там тем более три, ну, то есть, третья у нас критическая является, нельзя сказать. Но замечаний такого рода, вы знаете, как помарок. Здесь помарка, здесь помарка, тут помарка. В результате такой весь рисунок такой не очень красивый получается. Вроде бы принципы используются, а вот где-то хикитэ висит, где-то еще что-то. Вот эти замечания мы делали, походу, да? Над ними, конечно, надо поработать. Союз кирпушин карате России специально для Брутарики Омск. Поехали! Смотрите третьей серии нового сезона Бруталити. В Казань берем основы вольной борьбы для ударника. И почему молодые мастера меня в Махачкалу отправили. Профессиональная тренировка в лицах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова